Доброе утро, доброе утро, наши дорогие телезрители. Это Утро Якутии на каналах Якутия 24 НВК Саха. И сегодня у нас долгожданная пятница, завершение рабочей недели. И в этот день с вами по традиции Вероника Тамтозова, Руслана Чиров. Ну и начинаем хорошее утро вместе с нами. Как всегда в пятницу поговорим о животных, о братьях наших меньше. У нас сегодня очень много интересных гостей, поэтому не переключайтесь, чтобы кого-нибудь не пропустить. Сделаем зарядку, вспомним, какие знаменательные даты события и, конечно, расскажем, куда сходить в выходные. Ну а также мы по традиции вам напоминаем, что у нас есть телеграм-канал Утро Якутии, где, кстати, сегодня мы в эфире объявим победителей нашего конкурса, который проходил в течение всей недели. И вы узнаете, кто же из наших счастливчиков получает билеты на фестиваль Тон Джаса. И в том числе мы поговорим с гостями в нашей студии об этом замечательном фестивале. Видите, как полезно быть подписанным на наш телеграм-канал, поэтому переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий, в том числе и замечательных конкурсов. Ну, напоминаем, что у нас есть еще электронный адрес, вы можете сообщить нам свои последние новости. И мы с удовольствием поделимся ими со всей республикой. Ну а каждый год во всем мире снимаются сотни кинофильмов о спорте. И самые популярные, которые режиссеры, сценаристы, выбирают темы для своих картин, вот согласно статистике, это автоспорт, баскетбол, футбол, бокс. Ну смотри, сплошные мужские виды спорта. Ну, в основном, конечно, девушки прекрасно сейчас играют, но давайте вспомним наши советские кинофильмы, где в каждом кинофильме давали положительный пример и делали утреннюю гимнастику. Одни джентльмены удачи чего стоят? Они там и бегают, и водой обливаются. И вообще взрослые мужчины повторяют всю зарядку детского сада. Весело же было? Так что берем на выражение. Да. Ну и сейчас, дорогие друзья, давайте сделаем зарядку вместе с нами. Всем доброе утро. Начинаем этот день максимально активно и позитивно. Итак, первое упражнение. Показуем. Мы становимся боком, ноги у нас на ширине плеч. Станемся в положении в планке. И бежим в упоре на носочках. Ускоряемся. Живот у нас в напряжении. Бежим, бежим. Для тех, кому тяжело, можно в своем темпе. Согрелись. Далее у нас ноги ставим чуть шире плеч. И на выдохе поднимаем таз. Касаемся нашими пальчиками носков. Таз подняли. Выдох. Выдох. Вернулись. Возвращаемся в исходное положение. И еще раз. Закончили. Поднимаемся. Далее у нас идет планка на локтях с поднятием таза. Мы опускаемся на локти. У нас корпус параллельно полу. На выдохе таз поднимаем. И возвращаем до параллели. Выдох. Выдох. И еще немного. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Далее идет упражнение на пресс. Мы ложимся на коврик. Ноги поднимаем. Руки у нас также вдоль туловища. И на выдохе касаемся наших коленок. Опустились. Выдох. Выдох. И еще раз. Выдох. Закончили. Далее у нас идет упражнение ягодичный мостик. Мы ложимся. У нас средняя постановка ног. Ладошками упираемся в пол. И на выдохе максимально таз поднимаем вверх. В верхней точке мы напрягаем наши ягодицы. Слегка задержали. Тазом пола мы не касаемся. Опустили. Выдох. И еще раз. Раз. Два. Закончили. Всем хорошего настроения и отличного дня. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. За прошлый год в Якутии произведено 14 миллионов тонн каменного и бурого угля. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Производство гравина песчаных смесей выросло почти на 36%. На 15% больше произведено электроэнергии. Производство блоков и прочих сборных строительных изделий для зданий и сооружений из цемента, бетона и искусственного камня увеличилось в 2023 году на 31%. На 11% произведено больше колбасных изделий. На 9,5% выросло производство молока. Мобильные хирурги Якутии завершили работу в Алданской центральной больнице. В течение недели провели осмотр обратившихся граждан и провели ряд сложных операций. Охвачено специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощью, 460 жителей района. Кардиолог осмотрел и проконсультировал 80 пациентов. Из них 15 направлены в Якутию для углубленного обследования и лечения. Врачами, травматологами и ортопедами осмотрены 82 пациента. Проведены консультации и даны рекомендации. Впервые в условиях Алданской центральной больницы проведено эндопротезирование крупных суставов, которые относятся к высокотехнологичным методам лечения. В Якутии отметили 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В стенах регионального парламента прошло торжественное мероприятие. Вспомнили историю конфликта в Афганистане. Его героев почтили память солдат и офицеров, погибших при выполнении служебного долга. Ветераны боевых действий активно участвуют в общественной жизни, а также в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Напомним, 15 февраля 1989 года завершился вывод войск с территории Афганистана. 9 лет и 51 день наши военнослужащие выполняли поставленные родиной задач. Что такое патриотизм? Это не просто на майке написать. Прежде всего патриотизм это поступок. Поступок ветеранов, которые рискуют своей жизнью за интересы, защищая интересы нашей страны, безопасность нашей страны. Это и есть самый важный поступок. Ну а наша задача как ветеранов это передавать подрастающему поколению. Чем мы занимаемся на протяжении всего времени, как мы вернулись из Афганистана или из других горячих точек. Филиал ГУБ ЖКХ у Сталданского улоса среди лучших по показателям подключения частного сектора к центральному отоплению. Так, за прошлый год подключили 187 домов. Но на недавно прошедшем отчете органов исполнительной власти данный вопрос стоял остро. Проблема возникает по причине износа котельных, в частности котлов. В связи с этим правительство республики объявило о готовности работать с готовыми проектами по строительству новых котельных или модернизации старых котлов. По отчету правительства у нас в Барагонцах планируется строительство котельных «Запад». Уже начаты перевозки материалов «Запад-2». В дальнейшем для подключения частного сектора стоит вопрос технического преоборужения котельных «Танда» центральная. Но также еще в этом году мы заканчиваем реконструкцию котельной «Туму». Ярким событием фестиваля «Мусу Стар» впервые стал чемпионат по футбольному фристайлу. Более 20 участников из Якутска и районов приехали в столицу, чтобы посоревноваться в мастерстве владения футбольным мячом. Тем более, что призовой фон турнира превысил 200 тысяч рублей. Спортсмены соревновались в двух категориях. Новички, то есть те, кто занимается фристайлом год, и профессионалы, кто увлекается этим видом больше трех лет. И новички и профи выкладывались на 100%. Показывая удивительные финты и трюки с мячом. Занимаюсь фристайлом. В школе занимался, в 10 классе. Потом узнал, что в «Мусу Стар» есть такое направление по футбольному фристайлу. Я обрадовался и принял. Ну, неделю тренировался. Вспоминал, ну, что-то. Вот, гало-отголоски 10 класса. Масштабное, масштабное. Не ожидал. Я думал, где-то в комнате будем сидеть. Оказывается, в этом стадионе «Говцу». И открытие, закрытие очень понравилось. Со мной сам фестиваль «Мусу Стар» очень хороший. Мы продолжаем делиться хорошими новостями. Сегодня, 16 февраля, родился ученый-математик Исмаил Алиев. В Якутии его имя вписано в историю как основателя и первого директора республиканской физико-математической школы при Якутском университете имени Амосова, которая была открыта в нашей столице в 1972 году. Примечательно, что открытию школы предшествовала специализированная физико-математическая школа, которая стала пятой во всем Советском Союзе. И неофициально ее называли «школа для одаренных детей». Отметим, что до приезда он работал доцентом в Новосибирском государственном университете. Именно там, в Академгородке, состоялось его первое знакомство с якутянами. Позже Алиев признается, что его внимание привлек необычный склад ума якутских студентов, которые иным способом решали математические задачи, что и послужило главной причиной для принятия приглашения на работу в Якутию в качестве заведующего кафедрой алгебры и геометрии физико-математического факультета Якутского государственного университета. Исмаил Алиев организовал выездные летние математические лагеря для школьников со всей Якутии. Готовил олимпиадные задачи для публикации в газете «Молодежь Якутии» с целью, чтобы школьники в любой точке нашей большой республики могли решать математические задания и таким образом развивать в совточных науках. Ученики школы всегда занимали лидирующие позиции на олимпиадах и уверенно набирали необходимые баллы при поступлении. К слову, сегодня школа переименована в республиканский лицей, воспитанник которым по сей день держит марку. Ну а сегодня еще одна очень интересная дата, с которой связана такая поговорка, как «Готовь сани летом, а телегу зимой». Знаешь, почему? Ну, удивительно, но нет. Да, дело в том, что сегодня, 16 февраля, также отмечается праздник под названием «Починки». В этот день крестьяне раньше с утра принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Ведь самое главное, это было не затягивать с ремонтом до наступления теплых деньков. Ну а какие еще интересные даты и события сегодня, узнаем прямо сейчас. На календаре 16 февраля. Сегодня день разведки военно-морского флота России. День архива Минэнерго России. По народному календарю Семен и Анна, хранитель младенцев. «Починки» – один из праздников славянского календаря, который отмечался на следующий день после Сретения. Этот день в истории. Петр I издал указ о наследии престола. В ходе гражданской войны в США северяне одержали крупную победу. Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Вступил в силу киотский протокол – международный документ, принятый в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. В этот день родились Николай Лесков – русский писатель-прозаик, Михаил Тухачевский – советский военачальник, маршал Советского Союза, Михаил Швеер – советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, Ким Чен Ир – корейский политический и государственный деятель, глава КНДР. Эмилины сегодня отмечают Молодых семей и специалистов – очень важный аспект для комфортной жизни. И очень хорошо, что в нашем регионе действует дальневосточная ипотека. Но в таком серьезном вопросе, как приобретение жилья, нужен экспертный совет. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в гости руководителя офиса продаж ЖК «Золотой час» Мария Степанова. Мария, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. У нас постоянно меняется законодательство. Скажите, пожалуйста, вот в 2024 году какие изменения вступили в силу? За 2023 год достаточно много изменений было, которые начали действовать в 2024 году. Но одним из основных самых хороших новостей является то, что дальневосточная ипотека увеличилась до 9 миллионов. Если там недвижимость, например, соответствует некоторым требованиям по площади. Но есть и не очень хорошие новости в том плане, что семейная ипотека или ипотека по господдержке, они должны закончиться с 1 июля 2024 года. Поэтому кто планировал брать ипотеку по этим льготным программам, должен поторопиться. Но и еще есть одна такая новость. С 2024 года вступили изменения такие, что застройщиков обязали выплачивать субсидию банкам по именно льготным программам. И эта сумма достаточно немаленькая. 690 тысяч рублей, если вы берете, например, 6 миллионов. И более, если вы получаете 9 миллионов. И таким образом, ну это, как сказать... Это будет заложено, наверное, тоже в процент стоимости квартир. Да. И получается, что стоимость недвижимости за счет этого повышается. Только это грозить дольщику, да? Или еще что-то? Ну, в основном это. И поскольку кредит вы выплачиваете в среднем 20 лет, то с учетом процентов и так далее, ну это очень серьезное повышение цен. А как тогда покупать квартиру лучше? Ну, вы знаете, мы, например, ищем разные варианты, чтобы наши дольщики могли купить максимально выгодно. И сейчас мы нашли несколько вариантов, чтобы можно было купить квартиру у нас в ипотеку по старым условиям без этих субсидий. Вы можете прийти к нам в офис, зайти к нам на сайт я112.ру и получить подробную консультацию. Здорово. Очень удобно, что можно удаленно все это сделать. А скажите, да, вот почему есть, ну, почему нужно покупать именно сейчас недвижимость? Ну, во-первых, пока ипотека вот по старым условиям, насколько она продлится, насколько она, возможно, будет неизвестна. Возможно, она закончится вот 30 марта, да? Мы очень надеемся, что все разрешится, что станет, ну, как можно дольше можно будет получить эту ипотеку, но она в любой момент может, эта возможность, закрыться. Ну, и во-вторых, у всех застройщиков, планово всегда повышаются цены, поэтому, как только вы созрели, покупать недвижимость, необходимо сразу ее покупать, не дожидаясь повышения цен. Ну, а как выгодно купить именно новостроек? Потому что многие хотят купить новое жилье, чтобы там не было бывших владельцев, каких-то проблем. Да, и новое жилье еще выгодно тем, что когда вы берете, например, дальневосточную ипотеку 2%, или семейную ипотеку 5%, или даже господдержка 8%, со стандартной ключевой ставкой 18%, ни в какое сравнение не идут, по платежам это выгодно как минимум в 3 раза. Вот, поэтому, конечно, это очень-очень важно. А еще один такой момент, нужно следить за акциями, да, например, за ярмарками недвижимости, когда застройщики, они могут подготовить специальные предложения. Давайте еще раз повторим для наших телезрителей, какие программы существуют, до какого срока, и для каких категорий граждан, ну, чтобы они могли немножко сориентироваться. Есть дальневосточная ипотека, самая любимая программа, прям завидую молодым семьям до 36 лет, потому что она подход для молодых семей, которым еще не исполнилось 36 лет, не обязательно, чтобы у них был ребенок, либо это может быть одинокий родитель с ребенком, да, то есть очень большая категория. Плюс еще, как мы все знаем, добавились педагоги и врачи, вот. Но тут еще такой момент есть, что если раньше было требование стаж 5 лет для педагогов, да, то сейчас ожидаем, что вот буквально скоро стаж будет снижен просто до 3 месяцев. Ну, вообще замечательно. Да, вы можете буквально завтра устроиться на работу, 3 месяца поработать и получить дальневосточную ипотеку. Но сейчас же был вопрос непрерывный или какой-то, ну, стаж тоже, да, учитель? Нет, там требуется общий стаж, и получается 3 месяца у вас будет стажа, и все. Так мы с тобой учителя же, да, я английский язык, так и математический. Ну, у меня есть, кстати, 3 месяца стажа. Семейные? С трудовой книжки. Вот хорошее предложение. Семейная ипотека подходит для независимости от возраста супругов, для тех, у кого есть либо 2 несовершеннолетних ребенка, либо 1 несовершеннолетний ребенок, который родился после 1 января 2018 года. Господдержка, вот очень многие думают, ой, к сожалению, мы не подходим ни под какие программы. Господдержка, она подходит абсолютно всем, вне зависимости от возраста, специальности, вида деятельности и от наличия ребенка. Ну, здорово, какие замечательные программы. Мы тоже немножко просветились, как они действуют. Ну, и несколько советов, как нужно выбирать недвижимость. Наверняка вы в этом замечательный специалист, поэтому давайте, вдруг кто-то созрел почти. В первую очередь, конечно, нужно получить консультацию у специалиста, под какие льготные программы вы подходите, как максимально выгодно можно купить. Ну, и во-вторых, мы всех приглашаем на ярмарку, в эти выходные, где вы можете получить максимальную консультацию, получить расчеты, можете подать заявку на ипотеку. И может все сразу получиться в самой выгодной цене. Отлично. А где будет проходить ярмарка? Она будет проходить в Кружало в эти выходные, субботы и воскресенья. Спасибо большое за приглашение, за подробную информацию. Мы ждем в гости с новыми новостями. Спасибо. Вам спасибо. Друзья, новым продолжаем. И я думаю, что многие сейчас по традиции, традиционно завтракают. Но, как известно, завтрак должен быть не только вкусным, но и полезным. Ну, а наша следующая рубрика поможет вам в этом. И прямо сейчас мы узнаем, как можно приготовить запеканку с курагой. Ну, или взять на вооружение, чтобы завтрак завтра был тоже очень вкусным. Доброе утро. Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог. И мы сегодня будем готовить полезный завтрак. Мне сегодня будет помогать Лена. Привет. Привет. Что мы решили готовить с тобой из запеканки с кураги? Смотрите, для любой запеканки требуется всегда база, да? Это мука, сахар, яйца. Иногда в запеканках вместо муки может быть использован картофель, а у нас сегодня вместо муки будет использована манка. Два яичка. Мы туда добавляем столовую ложку сахара. На самом деле сахар, он не является полезным продуктом. Он является продуктом сублимированным. То есть, давай, Лен, все это теперь взбивай, хозяйство. Не стесняйся. Сублимированный сахар добывается обычно из тростника, либо из свеклы. То есть, это абсолютно натуральный продукт. Его использовать надо в кондитерских целях, либо как консервант. Ну, или добавлять в напитки. Например, те же самые морсы, компоты, без сахара сварить. Ну, будет, во-первых, невкусно. Во-вторых, они храниться тоже долго не будут. Все, яички у нас перемешались. Следующим этапом мы добавляем туда в запеканку творог. Творог мы перемешали. И теперь мы добавляем наш заменитель муки, манную крупу. Сыпем немножечко. Перемешиваем. Еще добавим для того, чтобы у нас все это поднялось получше кефирчика. Ну, тоже так, пару-тройку столовых ложек. Смотрите, вот эта запеканка, она не имеет какого-то постоянного состава. Давай-давай, перемешивай. Я пока подсолю и добавлю соду. На самом деле, соль и сода очень полезные продукты, они относятся к функциональным. Соль, она человеку нужна, но в ограниченном, конечно, количестве. Для того, чтобы сделать хорошее кондитерское изделие, соль обязательно. Сода также, она у нас является пенообразователем. Ну, и, соответственно, для вот даже такой элементарной выпечки не будет вредной. Сейчас мы регулируем жирность продукта, потому что мы использовали сегодня продукты очень нежирные. У кефира всего 3,2% жирности, у творога 9%. По этой причине мы добавим чуть-чуть растительного масла, чтобы наша сольпеканка не была слишком сухой. Буквально столовую ложку. Курагу мы добавим в тесто и перемешаем столовой ложкой. Кураги сильно много добавлять не надо, потому что каждая сушеная курага – это в прошлом полноценный амприкос. Все. Теперь используем такую специальную формочку жиропрочную. Она может быть стеклянная, либо керамическая для того, чтобы запекать. Прямо в ней же потом можно подавать на стол. В данном случае форму даже смазывать не обязательно, потому что в составе теста уже у вас есть растительное масло. Наше тесто готово, и мы его должны отправить буквально на 40 минут в прогретую духовочку. За это время можно пойти, спокойно принять, например, душ и накраситься. Наша запеканка готова. Видите, получается, в принципе, такой целый даже пирог, можно сказать, да? На 2-3 порции он спокойно делится. Поэтому хотим пожелать вам хорошего дня и... Приятного аппетита! Ну, скажи, Вероника, у тебя есть дома какой-нибудь питомец или кошка, или собака? Ну, я счастливый плодатель кошки и собаки. Живут, кстати, недостаточно дружно. А, серьезно? Да. Ну, правда, есть маленькое условие, что кот старше. Кот старше. Но вот есть такое мнение, что противостояние любителей кошек и собак существует достаточно давно. И многие исследователи ищут похожие черты характера в зависимости от предпочтений к выбору домашнего питомца. Ну, в принципе, я с ними согласна. Так, ученые из Университета Техаса утверждают, что люди, которые любят собак по своей природе, экстраверты, проявляют больше уважения, доверия и сострадания другим людям. А вот любители кошек, напротив, зачастую интроверты, как правило, ответственные за создание большинства интересных и прекрасных вещей. И сегодня мы расскажем о чудесном домашнем животном. Сфинкс. Смотрим? Доброе утро. Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам о породе кошек под названием сфинкс. Сфинксы появились путем закрепления естественной мутации в гине, которая отвечает за отсутствие шерсти на кожном покрове. Кошка подходит для аллергиков, зачастую для тех, у кого аллергия на шерсть. Но если же у вас есть аллергия на подкошек или же на их выделение, или на слюну, советую вам его не заводить, потому что это у них очень сильный аллерген. Кошка достаточно морозунеустойчивая, потому что у нее нет покрова шерсти. Она достаточно хорошо подходит для теплых условий. То есть, если вы заводите себе кота зимой, обеспечьте ее лежанками на батарее или рядом с батареей, для того, чтобы она могла греться. Достаточно социальные кошки, любят своего хозяина, очень прилипчивые и общительные. Шестой всероссийский фестиваль джазовой музыки «Тонг-джаз» уже пройдут с 16 по 18 февраля в Государственном цирке. Впервые за долгое время «Тонг-джаз» вновь соберет всех любителей живой музыки, мастеров джазового искусства и профессиональных музыкантов. У нас сегодня в гостях руководитель и артист Оркестра Государственного цирка Якутии, руководитель джазового оркестра Республики Саха Якутия «Саха Биг Бенд», руководитель и солист джаз-бенда «Сэшн Клаб», победителя первого всероссийского конкурса джазовых коллективов и участника первого международного Москва Джаз Фестиваля «Отличной культуры Республики Саха Якутия» Егор Ефимов. Егор, приветствую. Ну а также, дорогие друзья, наша землячка Юлина Попова, поп-джаз-певица, автор проекта «Юлина». Участница проекта «В голос», победитель, финалистка проекта «Главная сцена» Гран-при Эмпорио Мюзик Фест. Вот такие вот у нас сегодня гости. Очень рады вас видеть. Пока засчитали, заканчивать аплодисменты. Спасибо, до свидания. Столько регалий, молодцы. Ну, как появилась идея провести фестиваль? Пожалуйста. Фестиваль проводился последний раз в 2014 году, то есть это пятый, получается, по счету был. Потихоньку начало все угасать, и более камерные задачи стояли перед предыдущим организатором. Это заслуженные деятели искусства Андриан Егоров. Вот, к сожалению, его сейчас уже нет с нами. И я, как его ученик, хотел, изъявил такое вот желание увековечить память о нем. И к его дню рождения, к 19 февраля, 19 февраля мы хотим объявить на шестом уже джазовом фестивале «Тон Джаз». Днем джаза в Якутии, то есть 19 февраля, вот. И, как бы, фестиваль – это как средство, как такой мост для того, чтобы вот это все связать, связать наши судьбы из разных городов. Музыканты все мы, оказывается, через кого-то там, через какие-то события в жизни тоже были знакомы. Вот, с кем-то мы выросли вместе, вот, допустим, с Юлиной мы с 99-го года. Да. Да, дружим. Учились вместе в школе. В высшей школе музыки мы учились. Вот, ну, идея была восстановить и продолжить дело, начатое нашими учителями, нашими педагогами. Благородные. Да, и самое главное – приобщить, это достаточно нишевая музыка, джаз, и очень важно приобщать людей к такому виду искусства. Ну, то есть популяризировать, получается. Да, 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 да. А кто будет участниками? Ну, понятно. Я буду участниками. Я буду участником, и все перечисленные коллективы, которые были перечислены в самом начале, да, это джазовый оркестр Саха Биг Бенд. Это очень новый коллектив, максимально новый, то есть мы буквально весной только презентовались и набрали, конечно, из имеющихся ресурсов классических музыкантов, которых мы сейчас… Их здесь очень много, кстати. Которых мы сейчас, ну, так скажем, перевоспитываем, подтачиваем под джазовую музыку, потому что это совершенно другое, конечно, уже такое явление, как бы. Вот. А также… Из артистов приезжают Сибирь Кассе, Алексей Черемизов и Владислав Якутков, правильно? И что мы услышим? Программа фестиваля достаточно большая, да? Потому что очень интересно и продолжительность, и состав, что такого нового, интересного, необычного ждет зрителей. Могу рассказать про себя. Давайте. Я впервые буду выступать с джазовым оркестром местным. Саха Биг Бенд называется, да? Нужно чаще произносить название, чтобы люди запоминали, потому что это очень… Вообще это, как сказать-то, господи, наконец-то самое время, да, начать популяризировать это и, собственно, продолжить то дичь, которое делал Андреан. Вот, да, я буду исполнять джазовые вещи и исполню свои акторские тоже песни. Ну, повезло зрителям услышать, это все такая интрига прям. Будет ли разделение по дням, например, ну, какие-то вот определенные тематики, направления джаза или поподробнее можете рассказать? Да, первый день. Первый день – это сольный концерт, квартет Алексея Черемизова и Сибирь Косе. Это 16-й. Сибирь Косе – это джазовая певица, ее называют королевой турецкого джаза, принцессой европейского джаза, в общем, очень мировой уровень у нас. На самом деле у нас как бы не все российские уже получился, а случайно получился международным, ну, как и бывает, да, в организации, все как бы по ходу дела. Вот, и в этот день выступлю я вместе со своим джаз-бендом, выступит моя супруга Юлия Кан. Мы сыграем тоже классическую музыку, немножко популярную, то есть уже в джазовой обработке. И мы будем играть на разогреве. Это первый день. Второй день. Второй день очень интересен чисто для меня, как для музыканта, потому что там очень такая уникальная музыка. Это авторская музыка группы Владовский Электрик Бэнд. Можно поподробнее? Да, город Владивосток. Электрик Бэнд уже вызывает такие вопросы. Ну, вообще, эта практика электрик бэндов, это как бы уже давно сложившаяся практика, лет, наверное, 50. Это начиная от Майлса Дэвиса, Чик Кориа, самые известные электрик бэнды, да. Вот, и... Ну, а также у них, конечно, классическая музыка, традиционный джаз, я имею в виду, тоже будет, да, навеянным Билл Эвансом, ну, такими мастерами, легендами джаза, так скажем, да. Вот, очень крутая музыка, прям, ну, будет интересно. И вначале там тоже будет разогрев, и разогрев будет больше с этническим уклоном. То есть это будет выступать Ческыры, Айрхан, Кыл Саха, наши, получается, из Национального театра танца, оркестранты. Вот. Ну, а в третий день, третий день у нас самый главный здесь, конечно, это коллаборация нашего джазового оркестра вместе с вокалистами Юлиной и Вячеславом Явкиным, с которым я познакомился в джазовой школе Игоря Бутмана, саксофониста, известного в России. Вот. И, конечно же, коллаборация с нашими местными вокалистами будет. Это Леонид Ансиферов, Юлия Кан, я сам спою там. И также я написал две композиции специально для этого. Это будет премьера. Премьера двух композиций специально для джазового оркестра и Ческыры, а также вторая, получается, это джазовый оркестр и Айрхан. Вот. Это джазовая композиция. Я думаю, что с каждым концертом будет оттачиваться неповторимый стиль якутского джаза. Наверняка это будет что-то нечто уникальное. Согласен со мной? Да. Это как алмаз, который нужно сейчас... Который мы шлифуем. Да, и дошлифуем, и делаем из него бриллиант. Здорово. Ну, уже видно, что это будет уникальное мероприятие, потому что только премьер несколько, что само по себе делает его удивительным для слушателей. Ну, а почему именно джаз в вашей жизни? Ну, то есть, вот, смотря на вас, сразу понимаешь, что это человек, который вообще любит музыку, живет музыкой. И вот для тех, кто еще не знаком с этим направлением, что бы вы сказали? Ну, я скажу так, что я не только джазом... Я понимаю. Я больше, конечно, ухожу в поп-музыку, но, тем не менее, джаз — это мои истоки. Я училась в Государственном... Господи, чего бы... Институте культуры, да, Где я, собственно, и начала изучать очень так подробно джаз. Поэтому это музыка, которую нужно прочувствовать. Как сказать, Господи? Это школа. Это школа, да. Это своего рода школа, но при этом школа того, как ощущать, казалось бы, такие сложные вещи, но при этом очень простым путем. Например, как прийти на... Фестиваль. Фестиваль. Абсолютно верно. Ну, то есть, хочешь начать знакомство с любой музыкой, можно начать именно с джаза. Всегда можно прийти на концерт. Да. Здорово. Егор, а что насчет тебя? Ты как-то пришел в музыку? Я знаю, что ты... Вот, когда вижу Егора, сразу думаю, где же клавиши? Такой вопрос. Настолько музыкальный человек. Я в музыку пришел на год раньше, чем Юлина. В 98-м году. Мне было всего 5 лет. Выше школу музыки меня отдали. Я там проучился 9 лет абсолютно классической музыки. Классическая школа у меня пианистическая. У меня, ну, учили профессора Уколова и Инона Михайлана. Вот. Ну, и другие тоже приезжали из консерватории и так далее. Вот. А потом я ушел немного в подростковом периоде в рок-музыку. Постепенно начал писать музыку и увлекаться джазом. Мне очень джаз нравился просто чисто с музыкальной точки зрения. Ну, и с эстетической, конечно. Вот. И тогда я, конечно, вообще не думал, что буду заниматься джазом настолько серьезно, насколько в данный момент. Вот. Вот. И в 2012 году я познакомился с Андрианом Егоровым, который сразу же взял меня в свой оркестр, в цирк. И с тех пор я в цирке сейчас работаю. Спасибо. Здорово. Спасибо. Я уверена, вы вдохновили не только прийти на концерт, но, возможно, связать свою жизнь с музыкой. Желаем, чтобы все прошло успешно. Ну, и обязательно увидим результаты. Да. 16, 17, 18 числа будет. Где проходить? В цирке. В цирке. В цирке. В цирке, друзья. Но у меня в руках один из шести билетов, которые мы разыграли в нашем телеграм-канале. И хотелось бы с огромным удовольствием поздравить Викторию, Надежду и Севастьяна. Они стали победителями. И мы, конечно же, с вами свяжемся, чтобы вы получили вот эти замечательные пригласительные. И наверняка хорошо провели время. Да. Ну что, дорогие друзья, джаз может быть разным, в том числе романтичным. Когда мы говорим о романтике, невольно вспоминаем мотивы произведения Ромео Джульетта. А в нашей рубрике «Музейный гид» мы вам расскажем о подобной трагической истории любви, которая произошла в Якутии. И очень красивой и интересной. В Национальном художественном музее продолжает свою работу выставка «Якутская графика. Новый взгляд». Зрители могут в одном из залов увидеть самую загадочную графическую картину Артура Дмитриевича Васильева «Легенду о любви», написанную им в 2002 году. В основе произведения лежит народное предание о трагической любви якутских Ромео и Джульетты. У одного местного знатного богача была красавица-дочка. С самого детства она росла бок о бок с бедным мальчиком, которого вскоре очень сильно полюбила. Молодые поклялись друг другу вечной любви, поклялись быть всегда друг с другом рядом. Но отец девушки, жадный до денег, подался уговором богатого жениха. Его родители пообещали, что весь путь от их родного Улуса до дома невесты они выложат золотыми монетами. И не просто выложат, а в каждый след от копыта лошади своего сына положат по золотой монете. Родня жениха сдержала обещание. Девушку выдают замуж, но она не выдерживает разлуку со своим любимым и накладывает на себя руки. С той поры ее душа, призрак, бродит по родным местам, встречается иногда людям и не находит себе успокоения. Произведение Артур Васильев построил как сложную алтарную картину, которая состоит из трех частей и по вертикали, и по горизонтали. И выполнена она старейшей технике простым карандашом. Как в якутской мифологии о сотворении трех миров, действие разворачивается во всех трех вселенных. Главное событие происходит в среднем мире, в центре работы, где изображен отъезд невесты из родного дома в чужую семью. Ее провожают родные, домашние животные, особо почитаемые якутами лошади, коровы, собаки. Зажженные факелы в руках людей – это символ огня, который оберегает девушку от злых духов. В картине произведение очень много скрытых подтекстов. Сквозной мотив дороги повествует о жизненном пути красавицы, о ее несчастной доле, о ее душе, которая не находит покоя. В верхней части листа девушку сопровождают светлые божества Аи, которые похожи на ангелов-хранителей. Они оберегают чистую, добрую душу девушки. В простой композиции Среднего мира противопоставлена нижняя, подземная часть. Здесь показан трагический путь девушки в окружении духов тьмы. Лица людей, морды животных превращаются в головы саранчи с длинными усами и чем-то напоминают образы аббасы Нижнего мира. А огонь становится символом похоронной процессии, памятью усопшим. Закрытые глаза девушки говорят о ее отрешенности от реальности, а с другой стороны повествуют о силе ее духа. Боковые части произведения отсылают зрителя к христианским библейским мотивам, согласно которым человек, наложивший на себя руки, не находит успокоения и в мире ином. Артур Васильев с помощью художественных средств сумел передать возвышенность трагической любви, магическую атмосферу тех событий и реальность происходящего. Богатство сюжета, эффекты освещения с тончайшими переливами серебристых тонов – все это сделало произведение замечательным явлением в истории якутской графики. Якутия, доброе утро. Далее – блок новостей. Управление недропользования региона объявило конкурс на поиск алмазов на территориях Ангаласского, Ангинского и Мегина-Кангаласского районов. Заявки принимают до 1 марта. Сообщается, что поиск месторождения минерала планируют осуществлять в центральной части Минда-Барылайской площади, а на работы выделят почти 730 миллионов рублей из федерального бюджета. Также специалисты должны будут выявить алмазоносные кимберлитовые тела. К тому же подрядчик произведет оценку прогнозных ресурсов алмазов. Площадь работ превышает 2750 квадратных километров. Российские авиакомпании увеличили пассажиропоток почти на 8%. В январе об этом сообщает Росавиация. Говоря о крупнейших отечественных перевозчиках, в топ-5 вошли компании «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь», «Уральская авиалиния» и «Россия». Их суммарный поток вырос на 10,5%. Ранее «Аэрофлот» сообщил об увеличении пассажиропотока на 20% в январе этого года. На внутренних линиях «Аэрофлот» перевез 3 миллиона пассажиров. А на международных линиях пассажиропоток вырос более чем на 50%. Работодатели в 2023 году направили полтора миллиона приглашений на свои вакансии соискателям, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 37% больше, чем годом ранее. Таким образом выросла востребованность выпускников технических вузов. Аналитики также выяснили, что за 2023 год было создано свыше 237 тысяч резюме соискателей, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 5% превышает показатель 2022 года. Так, дальше. Команда «Мои мечты» в рамках молодежного фестиваля «Мусу Стар» проводит деловую игру, организаторами которой выступил центр «Мой бизнес». Цель заключается в поиске перспективной бизнес-идеи, ее монетизации, развитии навыков ораторского искусства и умении вести переговоры. Накануне в медиа-центре 10 команд из разных улусов в очном формате прошли три этапа, одним из которых был аукцион, где участникам предстояло купить продукты не только физического труда, но и интеллектуального. Отметим, что на онлайн-этапе деловой игры «Команда «Мои мечты»» приняли участие порядка 200 заявок из более чем 30 районов. «Данный конкурс очень полезен для прививания навыков, как начать свой бизнес, порядок планирования, бюджета, финансовая грамотность. То есть очень много положительных моментов. Безусловно, наш конкурс имеет призовые места, то есть все 10 команд сегодня поборются за три призовых места с суммой гранта до 100 тысяч рублей». В двух школах Якутска ввели в работу новые спортивные комплексы. Многофункциональные спортзалы площадью более 460 квадратных метров построили в школах номер 10 и 20. Они укомплектованы всем необходимым оборудованием, включая раздевалки и душевые. Площадка будет использоваться как для школьных уроков, так и для дополнительных спортивных занятий во внеурочное время. Пространства построенные оснащены на средства президентской дальневосточной единой субсидии. Благодаря инициативе Владимира Путина и при непосредственном участии полпреда президента Юрия Труднева. Добавлю, что в Якутии по президентской субсидии построены два аналогичных спорткомплекса в Валдане и Якутске. «В школе очень много. Нынче у нас 1790 детей. Это при загрузке проектной до 700 человек. Естественно, не хватает активности. Таковой мы выполняем в коридорах, приспособление помещения делаем. У нас тир есть, конечно, немножко разурско идет. Мы хотим здесь, чтобы начальные классы, чтобы они занимались здесь баскетболом, волейбольным, начальным. Это начиная с первого класса. Чтобы их подготовить, координацию, технику поставить. И в дальнейшем они будут тогда спокойно поступать в детскую спортивную школу и дальше совершенствовать тот вид, который они выбрали». К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Проходило в Мирном, в Нижнем Куранахе. На ваш взгляд, где, вам кажется, больше развито песенное искусство? Ну и также я знаю, что по республике тоже достаточно часто передвигаетесь. На вашем опыте. Такой вопрос, на самом деле, сложный. А на самом деле, песенное искусство, давайте в это. Песенное искусство развито во всех, скажем, регионах нашей республики. Где-то есть люди очень такие талантливые. Ну, скажем, если сравнивать Нижний Куранах и Мирный, ну, скажем, и там, и там есть очень талантливые участники, на самом деле, да. Есть хорошие такие ребята. Ну, больше подготовленный, скажем так, больше подготовленный на этот конкурс, мне кажется, был Нижний Куранах. Вот поэтому в Мирном тоже пожелаю, что в следующем году. Лучше подготовились. Лучше подготовились, да, вот. И показали себя вообще с хорошей стороны. Ну, сразу возникает вопрос к вам, как к преподавателю вокала, о том, где не хватает специалистов, что не хватает специалистам, чтобы обучать всех желающих, то есть и детей, и взрослых, и любителей, ну, может быть, даже профессионалов будущих. Ну, вообще, в нашей республике действительно не хватает таких педагогов по вокалу. Это честно, это и есть, это и видно невооруженным глазом. Для того, чтобы учить петь просто, да, конечно, есть преподаватели такие, но нет таких специалистов, которые бы действительно технически учили бы людей, и детей в том числе. Но если вот мы видим по телевизору, да, вот, центральные каналы, мы видим, что насколько сильные ребята, насколько сильные участники, например, да, скажем, в нашей республике, вот, хотелось бы, что побольше мы воспитали таких людей, которые действительно закончили бы высшие учебные заведения, приехали бы и развивали бы нас, нашу республику. Ну, то есть на профессиональном уровне. На профессиональном уровне, да. Вот поэтому я скажу на этот вопрос, что действительно не хватает. А вот в целом, как вы думаете, вот, бывает талант у человека, да, которого, допустим, он неожиданно раскрыл, и вот он может сразу изначально супер, да, исполнять песни, да, вот петь шикарный вокал, голос поставить сам себе, или все-таки нужен ему наставник? Конечно, безусловно, наставник нужен. Потому что есть от природы очень талантливые люди, очень хорошо поют, чувствуют музыку, хорошо передают, скажем так, музыку, песню, да. Но есть такое понятие, как техника вокала. Вот если, скажем так, человек не занимается именно с педагогом, заметно, например, бывает очень хорошо поющий человек, но техники не хватает. Вот это ощущается, когда оценивает, не знаю, там, профессионал. Ну, сразу вопрос. Да, наверное, то же самое. Видно, что человек без тренера работает, да, ну, и боксирует. Сразу вопрос другой. Как вы оценивали участников? То есть по каким критериям, там, ну, помимо театральность, может, постановки, не знаю, там, качество исполнения, оригинальность исполнения? То есть есть же вот оригинал песни, да, который исполняли вокалисты, известный, да, а есть собственное видение, наверняка? Вот, смотрите, очень хороший вопрос, потому что многие начинающие люди, скажем так, или не начинающие, скажем, они стараются копировать исполнителя. Вот, я вот сторонник, например, того, что вообще, скажем так, вы за другой человек, вот, вы должны по-своему чувствовать эту песню, по-своему должны передать эту песню. Поэтому, когда вот обычно сижу в жюри, то говорю, что не копируйте, я хочу видеть того исполнителя, который сейчас стоит на сцене. Вот. И по поводу оценивания, да, лично для меня, конечно, трудновато оценивать самодеятельный коллектив. Почему? Почему? Потому что придираться, скажем так, не к чему. Я принципом того, что, например, чисто спел человек, интонационно хорошо поет, есть хорошая дикция, художественно, в общем, хорошо сделал свой номер, например, вот эти качества, хорошо передает ли песню, а вот именно в технических моментах не можешь так передираться, потому что они же не знают. Вот если профессионал стоял бы, например, я бы, да, скажем так, мог там, скажем так, детально, скажем так. Ну, то есть участникам повезло, что все-таки душевная составляющая и таланты, они могут перевесить, а не знание каких-то, ну, сугубо профессиональных моментов. Безусловно, да. Поэтому, наверное, вот конкурс, вот это да, это больше ориентирован на людей, которые, скажем так, где-то далеко от центра, те, кто поют, те, кто занимается вокалом, душа поет, вот они как раз участвуют, им очень хороший шанс дает для того, чтобы проявить себя, чтобы люди увидели, где-то, например, в Нижнем Куранахе есть такой человек, который вот так поет, хорошо в мирном, например, да, вот, а не только в якутском городе. Так что... Ну, а как вы видите дальнейшее развитие конкурса? Например, ну, для меня, вот, интерактивный конкурс, вот, несмотря на то, что я много работаю, первый опыт вообще. Когда люди спрашивают, да, первый опыт, да, это как? На самом деле это правда. Такой интересный конкурс, я, ну, безусловно, надо развивать, потому что, скажем, есть какие-то нюансы, которые надо, соответственно, работать, чтобы интересно было и зрителям, в первую очередь зрителям, и, соответственно, самим конкурсантам. Ну, первое то, что я ощутил, это, например, хотелось бы это в виде концерта сделать, на сцене в виде концерта. То есть, вы думаете, отдачи не хватает? Да, отдачи. Например, бывает, если человек не... Ну, скажем так, неопытный человек, да, если вокруг камеры, соответственно, он не раскроется так, как надо. Для этого он должен почувствовать зрителей, как аплодируют зрители, как, не знаю, кричат зрители, может быть. Тогда отдача совершенно по-другому идет. Вот ощущается зал, ощущается вот эта атмосфера. Это первый момент. Второй момент, это, мне кажется, вот больше надо заранее подготовить участников, чтобы они действительно готовились действительно к этому конкурсу, да, а не так, что завтра выступаешь, пойдешь, и так далее, чтобы такого не было. Ну, это заранее отработать, заранее, не знаю, даже кого-то отправить, там, чтобы занимались, и, соответственно, поставить номер, вот именно поставить номер, ну, наверняка знаете, что такое номер. Ну, да. Вот. У некоторых, например, просто поет человек, а номера нет. Спасибо большое за замечательные предложения. Я уверена, что наши организаторы обдумают вопрос концерта, чтобы было, правда, нашим участникам проще. Ну, и желаем успешного завершения и выбора победителей. Пусть победит самый талантливый. Да, в пользу случаем хотел бы передать нашим зрителям. Прогласуйте за наших участников, они волнуются, они ждут. И, скажем так, кто самый талантливый, тот самый такой хорошо поющий человек победит. Зависит в том числе и от вас, дорогие зрители. От вас очень много зависит. Спасибо, Станислав. Ну что, друзья, давайте мы послушаем сейчас завершение нашего эфира песню одного из лидеров прошлого сезона конкурса «Вот это да» Рустама Кудяйкина из города Мирного. Хороших выходных и до новых встреч в понедельник. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заполнит светом пустоту, со вспышкой света по утру все исчезает. Медленно ночь пульс усыпляет, и снится небу Снег, снег, снег Зима за облаками Мечты твои чисты, я знаю Снег, снег, снег Летит с небес и тая Ты рядом хочешь быть Я знаю Мы души греем Каждый год Уходит солнце в небосвод И удаляясь от звезды Все станет белым Кристаллы снега упадут А не оставив свет Завут Я иду на белый суд И он сверкает Медленно ночь Пульс усыпляет И снится небу Снег, снег, снег Зима за облаками Мечты твои чисты, я знаю Снег, снег, снег Летит с небес и тая Ты рядом хочешь быть Я знаю 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 Часы остыли Боль ушла И от покоя тишина А где-то бред А где-то дым И мир когда-то был иным Медленно ночь Пульс усыпляет И снится небу Снег, снег, снег Зима за облаками Мечты твои чисты, я знаю Снег, снег, снег Летит